Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Привет, друзья! С вами Папа, который рисует. Вы на канале Рыбакит. И сегодня я рисую самого популярного динозавра. Это Брантозавр. Он очень большой. Он ходил по земле, был похож на слона. Смотрите, Брантозавра рисовать легко. Ему нужно рисовать такую мордаху. Вот такую. Он меня будет смотреть вниз. Чтобы такого еще съесть. Потом он будет улыбаться. И похож на лягушку, что ли, в это время, когда улыбается. Теперь я ему нарисую длинную шею вот сюда. И вот сюда. А здесь я нарисую ему большие-большие конечности. Они похожи на слонячие. Слонячие такие. Толстые, крепкие конечности. И здесь еще одну. Раз, два, три. Такие вот конечности. Кружим ему. И еще одну. Конечность. И здесь немножко. Вот. Получается, теперь у него есть еще один горб огромный. И он идет хвост. О, хвост вот так и сгибается. Во! Какой Брантозавр. Круто! Действительно его рисовать просто. Смотрите. Голова, длинная шея, ноги, как у слона. Хвост и большой бугор. Здесь у него такие необычные формы. На спине такие вот. Не знаю, как их назвать. Ну, вот такие зелененькие. Я их покрашу. И вообще, мой динозавр всегда питается травой. И из-за этого я хочу покрасить его всего желтым. Желтым. Сначала низ у меня будет желтым. Вот он будет у меня такой необычный динозавр. Он будет перетекать. Его цвет будет перетекать из одного цвета в другой. Смотрите. Из желтого. Когда я взял желтый, покрасил низ желтым. Потом среднюю часть я покрашу зеленым. Среднюю и верхнюю. Зеленым. Видите? Покрасил. Такой зеленый вроде бы динозавр получился. Но не до конца зеленый. Я теперь хочу еще вот эти вот покрасить совсем зеленым. Вот таким зеленым. Ярким. Не могу найти зеленый яркий цвет. О! Вот этот яркий. Вот этот мне нравится. Смотрите. Получается, что он был добрый динозавр. Наверняка. Хотя я не уверен, что он совсем уж добрый. Он получается у нас разных цветов. Конечно, он живет вот так вот. На земле. Трава. Здесь такие пальмы. Он был такой большой динозавр, что выше пальм. Был. Так. А здесь солнышко. Я люблю рисовать солнышко, кружочек и такие лучики. Смотрите. Мой бронтозавр готов. Он хоть и большой, но похож на слона. Кроме как вот голова, длинная шея, большое тело, лапы, ноги, слонячие. Хвост. Вот такой он получился. Желто, светло-зеленый, темно-зеленый. До новых встреч, ребят. Рисуйте тоже динозавров. Они веселые и яркие. Пока. Школа рисования Рыбакит Папа рисует. Артпапа для вашего малыша. Привет. Я, Ваня, приглашаю вас в мою школу рисования для детей Рыбакит Папа рисует. Десять лет я рисую с детьми. Миллионы ребят рисуют со мной каждый день. Главное, это увлечь рисовать. Я так думаю. Что вы можете найти в школе Рыбакит Папа рисует? Это, конечно же, курсы от автора. Курсы нацелены на то, чтобы ребенок попробовал все. Акварель. Это первые рисунки аквареля. Они простые, но понятные и ребенок справится. Это гуашь. Как пользоваться гуашью, чтобы был первый опыт. Также смешанная техника, когда мы рисуем карандашами, мелками, раскрашиваем акварелью. Есть лепка и аппликация. В школе доступен абонемент на год, когда вы можете подписаться и в течение года посещать все курсы, которые вышли или будут выходить в школе Рыбакит Папа рисует. Также есть индивидуальные занятия, когда в течение часа мы встречаемся с ребенком по удобным вам соцсети, например, Zoom, Skype или Яндекс. Мы рисуем, общаемся, знакомимся, делимся своим опытом и позитивом. Такие встречи могут быть постоянны по желанию родителей. Еще одно предложение. В школе рисования Рыбакит Папа рисует. Рисуй как ютубер. Что это значит? Когда мы с ребенком делаем студию в его комнате, собираемся, встречаемся по сети, конечно же, записываем наши ролики и делаем единую передачу вместе и она выходит на канале Рыбакит. Это многим нравится, такой эксперимент я уже проводил и это интересно. Так что запомните, что это возможно теперь. И еще раз напоминаю, что цель школы Рыбакит Папа рисует это увлечь ребенка рисовать. Всем хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова